Всем привет! Вы смотрите хорошие новости на телеканале Артик ТВ в студии Данила Клепиков. В то время как жители Южного Судана страдают от нехватки продовольства из-за боевых действий, тайские военные обучают их тонкостям своей кухни. Они также проводят мастер-классы по выращиванию сельхозкультур. Овощи по-тайски жарят посреди грядок с созревающим урожаем. Но это не Бангкок. Это столица Южного Судана, город Джуба. Тайские миротворцы при миссии ООН в стране решили провести мастер-классы и обучить суданцев тонкостям своей кулинарии. И не только. Они также рассказывают, как выращивать зелень и овощи, которые здесь обычно не произрастают. Их помощь очень кстати, ведь за годы гражданского конфликта площадь сельхозугодий в стране значительно сократилась. Один из участников мастер-класса – суданец Яак. Он живёт в лагере для вынужденных переселенцев. «Мне показали, как правильно это делать. Я всё усвоил и теперь могу заниматься выращиванием самостоятельно». Гуманитарная ситуация в Южном Судане непростая. Многие люди зависят от международной помощи. «Несмотря на то, что мы лишь небольшая часть миссии ООН в Южном Судане, мы стараемся делать всё возможное, чтобы развивать и поддерживать это сообщество и эту страну. В будущем это принесёт ей благополучие». Насилие в Южном Судане вспыхнуло в 2013 году, через два года после обретения страной независимости. За территорией сражаются армия и оппозиция. В ходе боёв уже погибло более 400 тысяч человек. Ещё около 4 миллионов обратились в бегство. Тайские военные пробудут в Южном Судане ещё три месяца. Однако они уже передали грядки с растениями в распоряжение местной полиции. Некоторые жители Австралии смогли изрядно сэкономить за счёт того, что в их дома поступает исключительно солнечная энергия. И ожидается, что таких жилищ будет всё больше. Эта женщина привыкла на всём экономить. Каждый раз Австралия, как Эрл, тщательно планирует свой бюджет. «Я должна строго контролировать расходы и знать, на что уходит каждый цент из моего бюджета. Поэтому я всё записываю». Но сейчас финансовое положение Кэрл улучшилось. А всё потому, что она переехала в новое жильё, где энергия поступает от солнечных батарей. Её дом и ещё четыре входят в солнечную микросеть на юго-востоке австралийского полуострова Тасман. В итоге люди платят за электроэнергию значительно меньше. «Я могу поехать навести дочь и могу немного больше потратить на себя». Электроэнергия от солнечных панелей поступает либо напрямую в дома, либо в аккумулятор для хранения. И только когда он разряжен, постройки потребляют ту же электроэнергию, что и остальная часть штата. При этом в домах есть два типа розеток. Белые подключены и к солнечной электросети, и к основной. В чёрные же энергии поступают только от солнечных панелей. Поэтому, когда в городе случаются перебои с электроэнергией, у жителей этих домов всё работает исправно. «Во всём регионе Тасмана регулярно и часто отключали электроэнергию. Я думаю, всё это происходило из-за того, что на каком-то этапе не проводилось техническое обслуживание линий». В 2013 году здесь случились лесные пожары, которые привели к авариям на электростанциях. После этого и возникла идея солнечных домов. Планы создать такие микросети не только по всей Тасмании, но и в других штатах Австралии. Стирка белья вручную. Тяжёлая работа. И ей по-прежнему занимаются тысячи женщин в бедных странах. Но на помощь им пришёл британский изобретатель Нав Савней. Он создал компактную стиральную машину, которой не нужно электричество. Вот так выглядит процесс стирки во многих бедных странах мира. А вот так предлагает стирать британский изобретатель Нав Савней. «Это машина с прямым приводом, внутри которой есть барабан и несколько лопастей. Кладёшь бельё и поворачиваешь». Этой машинке не нужно электричество. По сути, это просто барабан с палкой, который нужно крутить вручную. Как ни парадоксально, но в век технологий, интернета и инноваций именно в этом изобретении нуждались миллионы женщин по всему миру. «Каждая семья, с которой я говорил, надеялась, что это улучшит их жизнь. Беседуя с ними, я осознал, что люди хотят жить достойно и управлять своим временем». Изобретение британца уже опробовали в Ираке. В ближайшее время 7500 таких стиральных машин отправят в 10 развивающихся стран. А британец, между тем, постоянно работает над усовершенствованием аппарата. В последней модели уже есть функция отжима белья. Зачем Сенегалу круглые сады, похожие на огромные клумбы? Оказалось, что их высаживают в надежде остановить наступающую пустыню. А еще на них выращивают овощи. Вот такие круглые сады появляются по всему Сенегалу. И они должны остановить наступление Сахары. Деревья высаживают местные фермеры. «Вы видите, здесь почти 100 саженцев папайи. В первом ряду лекарственные растения. На следующих трех грядках – овощи. Здесь есть и цитрусовые деревья, кэшью, и деревья неместных видов. Позади баобабы и хая сенегальская». Идея принадлежит сенегальскому агроному Али. Он решил помочь развитию проекта «Великая зеленая стена». Его цель – высадить в Сахельском регионе Африки широкую полосу за сухоустойчивых деревьев. Этот зеленый пояс должен протянуться на 8 тысяч километров от Сенегала до Джибути. Таких круглых садов в стране уже около 20. Фермеры говорят, что форма грядок позволяет влаге дольше удерживаться в почве. А проект в целом помогает удержать людей от опасных поездок в другие страны в качестве нелегальных мигрантов. «Увидев потенциал «Великой зеленой стены», люди перестанут мигрировать по морю, где могут утонуть. Думаю, намного лучше посвятить два года обрабатыванию земли. Потом можно собрать такой урожай, что не захочется никуда бежать. И можно будет остаться рядом с родителями, жёнами и детьми». Али сам был иммигрантом и работал в Бразилии. Но во время пандемии он вернулся в Сенегал. «Меня вдохновляет то, что я здесь делаю. Я чувствую себя полезнее. В Бразилии мою работу доделают другие. И, возможно, лучше, чем я. А здесь мы нужны самим себе». Африканский союз и международные партнёры запустили проект 14 лет назад. Они планировали озеленить миллион квадратных километров земли. Пока задача выполнена только на 4%. Новое приложение, разработанное в Канаде, помогает понять, что чувствует ваша кошка. Программа работает на искусственном интеллекте. Всё, что нужно сделать, это сфотографировать морду своего питомца. Ваша кошка выглядит немного подавленной, но, как всегда, молчит. Хорошая новость. Появилась возможность заглянуть в сознание вашего питомца. Новое приложение, основанное на искусственном интеллекте, научилось расшифровывать мимические изменения кошачьих мордашек и оценивать их самочувствие. Приложение назвали Table. Оно оценивает положение ушей, суженность глазниц и глаз, напряжение морды, а также положение усов и головы. Разработчики из канадской компании Sylvester AI говорят, что их приложение сочетает искусственный интеллект с функцией распознавания лица. Оно помогает владельцам кошек понимать, страдает ли их питомец от боли. Приложение использует функцию распознавания лица. Нужно просто сделать на камеру фото и получить результат. Иногда кошки плохо на это реагируют, поэтому мы советуем делать снимки регулярно для сравнения. Программу тестируют в местной ветеринарной клинике. Важно попробовать её на как можно большем количестве кошек, чтобы у приложения накопилась база данных. Я привыкла понимать язык тела кошек. Но другим коллегам и стажёрам, у которых меньше опыта, сложнее понимать, больно ли кошке, правильно ли они всё делают. Приложение пока не идеально. Так, при тестировании его на чёрных кошках результат был не всегда точным. Просто мимические изменения на чёрной морде видны хуже. Но в целом программа успешно помогает хозяевам понять питомцев. Мы смогли обучить машину, используя программу и серию изображений. Если у вас есть кошка, но вы не понимаете её, можете просто использовать приложение, и оно поможет определить, как чувствует себя ваш питомец. Эксперты отмечают, что это приложение скоро может стать незаменимым инструментом для всех владельцев кошек. Австралийские учёные взяли из-за изучения угрей. Эти рыбы мигрируют на тысячи километров и могут многое рассказать не только о своей жизни, но и о среде обитания. Эти угри – источник знаний для австралийских учёных. Животные преодолевают тысячи километров, чтобы размножаться. Так происходит одна из величайших миграций в мире. Но по большей части она остаётся незамеченной. Сейчас учёные начали прикреплять к угрям GPS-трекеры, чтобы отслеживать их передвижение. «Мы проследили их маршрут, который протянулся на три тысячи километров от западного побережья Виктории до тёплых тропических вод вокруг Новой Каледонии в районе Кораллового моря». Исследователи хотят понять, как на популяции и миграцию угрей влияют разные факторы. Среди них – изменение климата, хищники и деятельность человека, такая как шельфовое бурение. «Мы не знаем, сколько есть угрей и как развиваются их популяции. Но в целом мы знаем, что численность многих видов угрей в мире за последние 50 лет сильно сократилась. Если мы поймём главные особенности их жизни и миграции, то сможем предотвратить их исчезновение». Проекту помогают и местные аборигены. В течение тысячелетий угри были для них источником пищи. Здесь по-прежнему находят древние ловушки для этих рыб возрастом до 6 тысяч лет. «Это пример аквафермерства. Молодняк отлавливали и держали на фермах для размножения. Это был отличный пищевой ресурс». Учёные надеются, что их исследование поможет изучить не только популяции угрей, но и их среду обитания в целом. Бразильские биологи занялись восстановлением мангровых лесов в заливе Гуанабара. Они намерены высадить их на территории площадью в 75 футбольных полей. Однако процесс может занять 100 лет. «Зелёные саженцы на плохо пахнущем болоте. У этих маленьких растений важная миссия. Со временем они превратятся в мангровый лес на берегах залива Гуанабара в штате Рио-де-Жанейро. И хотя мангры считаются невозобновляемым ресурсом, биологи надеются на успех». «Ситуация плохая, и есть что улучшать. Но мы на полпути. Пришло время сделать шаг вперёд». Цель проекта – очистить от мусора побережье и высадить на нём деревья. Они станут самым большим мангровым лесом в Бразилии. Площадь составит 750 тысяч квадратных метров. Это как 75 футбольных стадионов. Лес станет домом для многих видов животных, в том числе и морских. Он также защитит берег от эрозии, а воздух – от загрязнения углекислым газом. Мангры цены и тем, что ослабляют разрушительную силу ураганов и цунами, причём намного лучше искусственных сооружений. Впрочем, на восстановление мангровой экосистемы нужно не менее 100 лет. Именно поэтому они относятся к невозобновляемым ресурсам. В проекте участвуют местные жители. «Я счастлива, потому что забочусь о природе ради своих детей и внуков, чтобы они когда-нибудь увидели мангровый лес». «Я очень горжусь тем, что помогаю проекту. Если каждый внесёт вклад, то мы увидим красивый и чистый мангровый лес». Мангровые леса растут в тропических и субтропических регионах, на морских побережьях и в устьях рек. Вечно зелёные лиственные деревья создают переходную зону между морем и сушей. Лондон надеется привлечь больше туристов новой достопримечательностью, которую назвали «Холм Мраморной арки». 25-метровую гору зелёного цвета, расположенную на углу гайд-парка, откроют к концу этого года. Над суетой перекрёстком Мраморной арки в центре Лондона открывается новая достопримечательность. Это зелёный парковый холм, который позволит туристам и жителям столицы осмотреть город с высоты 25 метров. «Похоже, отсюда открываются прекрасные виды на Лондон, которые иначе увидеть было бы негде». Мраморная арка находится на углу гайд-парка. Чтобы добраться до верха, посетителям придётся преодолеть 134 ступеньки. Власти столицы надеются с помощью горы привлечь в центр больше туристов. «Это новая достопримечательность, и такой шанс будет предоставляться недолго. Она здесь только на полгода». Все материалы, из которых построили гору, можно будет переработать и использовать в других парках. «Отсюда открывается вид, который невозможно повторить. Если не подняться, пока гора стоит, то другого шанса может и не быть». Парковый холм с травой и деревьями всё ещё достраивают. Стоимость одного взрослого билета составит 11 долларов. Спасти храм пернатого змея ацтеков решили власти Мексики. Теперь ищут компанию, которая бы создала защитную крышу. Пирамиду пернатого змея в древнем городе Теотеоакан хотят защитить от природы и человека. Ацтеки возвели храм более 16 веков назад. Дожди, грунтовые воды, эрозия, а также потоки туристов ускорили процесс разрушения вершины пирамиды и других её частей. Теперь правительство Мексики ищет компанию, которая бы разработала специальный навес. Он закроет достопримечательность от солнца и дождя и одновременно её стабилизирует. «Мы приняли решение разработать архитектурно-инженерный проект, чтобы гарантировать сохранение фасада храма пернатого змея». Это третье по размерам строения в Теотеоакане. Занимает площадь более 4000 квадратных метров. Пирамида также включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. «После более чем 10 лет наблюдения за строением, мы пришли к выводу, что это чрезвычайно сложная проблема. Вот почему мы очень рады началу процесса консервации пирамиды пернатого змея». Теотеоакан считается одним из самых древних и крупных городов до Колумбовой Америки. Пика своего развития он достиг в середине II века н.э. Вместе с Константинополем и Александрией входил в шестёрку самых крупных городов своей эпохи. При этом завершающий этап его истории покрыт завесой тайны. К середине VII века население загадочным образом покинуло Теотеоакан. Причину этого учёные до сих пор не выяснили. В Киеве появилось более 30 мини-скульптур. Благодаря им можно узнать интересные факты об истории города. На днях установили очередную в виде старинной киевской гривны. В Киеве появилась новая миниатюрная скульптура. Это бронзовая гривна – денежная единица, которая была в обиходе в конце XI столетия, в так называемый безмонетный период. «Мы знаем, что в её честь названа наша национальная валюта – гривна. И вот так она выглядела почти тысячу лет назад». Скульптуру установили на стене здания Национального музея истории Украины. Тут хранится самая большая коллекция таких гривен. В те времена их отливали из серебра. Вес каждого слитка составлял 160 граммов. Предполагается, что изготавливали их в Киеве. В общей сложности нашли 33 таких гривны. Тогда эти деньги были очень ценные и считались надёжной валютой. «За две такие гривны можно было приобрести коня, например. Считается, что эти гривны были достаточно популярны и использовались в основном в крупных торговых операциях, а также для накопления богатства». Эту скульптуру делали по той же технологии, что и тысячи лет назад. «Все они изготавливались из восковой формы. Сейчас наш скульптор Юрий Белявский точно так же делает восковку. Восковую форму для того, чтобы отливать бронзовые скульптуры. Тысячу лет назад тоже делали эти восковки. То есть, несмотря на то, что сейчас современный мир, эти технологии сохранились». Связана с этой гривной и особая примета. «Тут примета такая – меня потрёшь, гривну сбережёшь. Тереть можно, где вам нравится. Но вот тут такой пузырёк самый большой. Это вам принесёт деньги, точно». Знак такой старинной гривны также присутствует на логотипе Национального банка Украины. Проект мини-скульптур «Шукай» основали в 2018 году. По всему Киеву спрятаны миниатюрные бронзовые фигурки, благодаря которым можно ближе познакомиться с историей города. Всего таких скульптур уже 31. Построить копию гиперкара «Бугатти» своими руками, да ещё и не видев его вживую – это кажется сложной задачей, но не для иранского мастера из Шахрияра. Несмотря на отсутствие помощников и высокотехнологичного оборудования, он твёрдо идёт к своей мечте. Быстрый, эксклюзивный и дорогой. Получится ли у иранского мастера Джамшида создать брата-близнеца гиперкара «Бугатти» Чента Диечи? Эту модель выпустили ограниченным тиражом два года назад к 110-летию французского бренда. Она покорила сердце иранца. Теперь он строит такую же машину в своём гараже в Шахрияре. «Я начал работать над созданием суперкара «Бугатти». Это уникальный автомобиль. Я стараюсь не отставать от «Бугатти», но процесс идёт очень медленно. Я один, а у них команда, за которой стоят немецкие технологии». У мастера нет не только помощников, но и чертежей. Вдохновение черпает в фотографии. «Я никогда не видел таких машин. Их нет в Иране. Я только видел несколько фотографий, которые не очень чёткие. Это даже не технические фотографии, которые подойдут для копирования автомобиля. Я использую глаза, ум и воображение». Для иранца автомобили – страсть всей жизни. Любовь к технике проснулась в детстве. А несколько лет назад он сделал реплику винтажного «Форда», которую использовали при съёмках фильма в Тегеране. Под фотографиями его детища на Facebook появилась буря восторженных комментариев. После этого Джамшит оставил работу и арендовал гараж. В нём уже построил копию люксового автомобиля «Бугатти Ройал». Компания выпустила всего шесть экземпляров этой модели. Иранец говорит, что потратил на создание реплики 4 года и 100 тысяч долларов. А собственный гиперкар «Бугатти» обойдётся ему в 40 тысяч. Джамшит собирает его уже 10 месяцев. Некоторые детали кузова переделывает много раз, чтобы довести их до идеала. В качестве платформы мастер использует старые модели «Мерседес» или «БМВ». Мечта иранца – построить собственный автомобиль с нуля. «Я хочу получить финансовую поддержку, чтобы создавать прекрасные работы. Если они достаточно красивы, то могут превратиться в модели массового производства». Ну а пока проекты финансирует сын иранского мастера. На сегодня у меня всё. С вами был Данил Клепиков. До встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова